Где? Опа! Не-не-не, лежи, лежи. Вот так вот. А вы, вы смотрите Перпетус Плей, меня зовут Саша, и добро пожаловать в Канариум. Мы продолжаем, сейчас мы узнаем, что нам сулит этот лифт. Давай-ка. Мы можем апнуть, мы можем поехать вниз. Хорошо, давай вниз сначала. Я хочу узрить эти их пещеры, о которых они говорили мне, писали точнее. Вообще, по правде сказать, немножко напрягает, конечно же, обилие этого текста. Но, с другой стороны, хочется, чтобы они хоть что-то в нем раскрыли. Больше, чем, по крайней мере, Говард Филлипс это сделал в своих, в общем-то, трудах. Потому что он очень размыто там писал, ну очень прям. А здесь, я надеюсь, ребята могут добавить какой-то конкретики. И приехали. Здорово. Тар какой-то светящийся. Опаньки, топор. Ну все. Всех вырежем. И ты его взял же, я надеюсь, да? Взял, а ну-ка. Использовать. Ну. Ух ты, он еще... Мясо отбивать можно им обухом. Понятно, он им не рубит. Он просто его держит, как дурак в руке. Обидно. Ладно, что тут за записка прилагалась такая. Покажи мне. Большинство проходов заросли странными растениями. Сколь прекрасными, столь и смертоносными. Прямо под базой Упуаута раскинулся тайный мир. Хотя я был готов к нахождению такого места, оно сильно отличается от того, что я себе воображал. Мы попытались вырубить растения, чтобы расчистить путь. Но они выделяли ядовитый газ. Видимо, из своих светящихся бутонов. Я предупредил всех и велел не подходить к этим растениям, если они вдруг встретятся в одной из пещер. Кроме того, изучая образец такого растения, я обратил внимание на интересный феномен. Мне показалось, что отдельные лозы могут при необходимости удлиняться или сокращать длину. Также у меня сложилось впечатление, что они перемещаются, хотя сквозняка в лаборатории не было. И это перемещение выглядело слишком явным, чтобы объяснением были естественные причины. Звучит странно, но у меня такое впечатление, что это растение, по крайней мере, на каком-то уровне обладает сознанием. А вот это уже неинтересно. Это, кстати, не то же самое растение, которое нас однурманило. Эй, тут есть кто-нибудь? Никого здесь нет, тебя все бросили. Доктор Джеймс? Доктор Морган? Кто-нибудь? Никого-нибудь? Мы Аллайфа-Голубки. Где они во имя всего святого? Я не знаю, ты представляешь? Я не знаю, где они. Тебя никто не любит, тебя просто все бросили. Лучик света. Ух ты! Хорошие потолки, мне нравятся. Это даже круче, чем Сталинка. И внизу там еще и какой-то кренель, да? Статуя я не вижу, дай посмотреть. Вот сучонка. Ну да. Статуя. И здесь у нас все завалено, все плохо, не пройдешь, называется. Доктора не пройдут. Рельефы. Ну да, это в их стиле, только вот я же говорю, это уже позднее. Позднее время, когда они уже разучились делать, крепать такое, что прямо аж челюсть отпадает, и ты ее полдня ищешь под столом. Так. Эти растения похожи на плющ, и они дадут пройти. Путь перекрытит этим удивительными растениями перекрытыми. А ну попробуй мой рубануть, это они выделяют? Да-да-да, давай, хватит трындеть. Они выпускают газ, я понял. А ну-ка. А-а, все, хорошо. Все, задохнется же парняга бедный. Дали топор. Типа наруби, а рубить-то нечего. Похоже, здесь чего-то не хватает. Похоже, не хватает, блин. Хорошо. Чего там, может, не хватает? Тут всего не хватает. Кстати, огонь какой-то странный. Как будто магический какой-то. Горит красиво, но странно. Ладно, спрячь топор, не позорься, блин. Как дурак с ним ходишь. Давайте посмотрим, что сверху тогда. Раз снизу нихрена нету, то может сверху что-то есть. Любят они вот такие вот круговые постройки. Обошел, нихрена не нашел, называется. Ктулху. Вот как-то так. Вообще, когда я читал, это хребты Ктулху. Ктулху. Хребты безумия. Ну, один хер разница. В общем, когда я их читал, то это было сложно. Это было сложно, потому что, ну, ну, очень, очень медленно развиваются события. Но интересно было. Это факт. Даже с учетом того, что я читал практически спустя сто лет после написания Говардом Филлипсом. Нет, давай дальше ехать, что ты. Или мы не поедем сейчас никуда дальше? А едем, все, отлично. Давай. Я надеюсь... О, трубы какие-то. Я надеюсь, сверху у нас что-нибудь сложится. Лучше, чем снизу получилось-то вообще. Опаньки. Так вот. Даже без загрузок приехали. Ну, отлично. Нравятся мне эти, конечно, их постройки. Все, гуд. С полом, правда, не так хорошо все. С полом все не очень. Опаньки. Что это такое? Это какой-то то ли бур, то ли хер знает что. Возьми, пригодится. Лизной металлический предмет. Что ты о нем скажешь? Ничего ты о нем не скажешь. Здесь тоже какой-то газ или просто холодно? О. Какая-то хрень. А я не могу назад вернуться, что ли? Я могу пойти только на хрень? Проясняется. Проясняется. Сейчас мы узрим истину. Удивительно. Большинство неземных построек разрушились за долгие тысячелетия под действием ураганов и обратились в бесформенные руины. Да. Но на этих барельефах явно отображаются неземные постройки и система пещер. Слушай, отдавить. Пожалуй, сильнее всего на этой панораме выделяется несколько высоких пиков, образующих нечто вроде маяка. Да, блин. Они словно фокусируют луч света и направляют его в сторону колоссальной постройки, расположенной в центре. Хм, может быть, это имеет религиозный смысл или все же какое-то практическое применение? Не знаю. Не уверен, он сказал. А я не знаю. Он не уверен. А в чем ты уверен, а? Ясно. Видение прошло. Что журнал обновлен? Что? Заметка, заметки доктора Фауста о барельефах в башне. Мы это все только что прочли. Удивительно, но факт. Это похоже на какой-то могильник. Но на самом деле это их постройки, это их типа дома такие, как я понимаю, и пирамида. А тут он немножко откололся кусочек от пирамиды, что ли. Ладушки, пойдем посмотрим, что там у бабушки. Дальше. Показалось, что это какой-то особенный зеленый камень. Нет, это абсолютно обычный зеленый камень. О! Это мы сверху находимся, да? Вот что так задувает. А мне однозначно нравятся такие светильники. Я бы себе дома такой поставил. Коряги можно отломать, а вот светильник ничего такой. Красота. Об них порезаться просто можно. Ну, вот что это за яркий свет, который видно с поверхности. Ага, нам передается с другого маяка. Сюда сигнал. Я так понимаю, что то, что я взял, это нужно собачить там, где он сказал, что что-то не хватает. И я ведь не могу повернуть его, да? Не хочется просто сюда возвращаться по 10 раз. Это очень красиво, конечно. Безумно монументальные постройки. Восторг, конечно. Такое вы видите вживую. В Антарктике это вообще можно просто на всю жизнь впечатлений нахвататься. И все-таки давайте рулем вниз, попробуем этим буром что-то там пробуравить. Может быть, получится. Хотя, вообще-то, вообще-то у меня есть мысль вернуться назад. Потому что я еще до этого вспомнил, что там были ящички. А у нас есть от ящичков ключичек. Шкафчики. Я комнаты осмотрел, а вот шкафчики не осмотрел. Я сейчас, наверное, быстренько вернусь. Посмотрю, что там. И это все подрежу, если ничего там нету. Так, вот. Вот оно. Нашли. Значит, где тут наш Йохан? Вот он. О. Так. Если его одежда здесь, где же он? Да, где он? Не знаю, где он. Я нашел заметку о психических проблемах. Я заметил... Дай включи свет мне, пожалуйста. Я заметил очень любопытную и опасную тенденцию в психологическом состоянии команды. Что внуждает меня составить эту запись в качестве первичного отчета о диагностике. Проблема особенно остро стоит в случаях трех пациентов. Доктора Барлоу, доктора Андерсона и Фрэнка Гиллмана, которых я осматривал более внимательно, чем остальных. Из-за признаков их психической деградации. За последние две ночи упомянутые субъекты просыпались с криком, пугая и деморализуя всех остальных членов команды. Когда я поговорил с ними лично, я обратил внимание на серьезные изменения в их поведенческих моделях. Со временем я также заметил глубокие изменения их ментального состояния. Когда я занялся ими по-настоящему, они стали вести себя как совершенно другие люди. Из-за чего я подумал, что столкнулся с чем-то вроде расщепления личности. Однако, делать какие-либо выводы рано. Личностные изменения других субъектов не так велики. Однако, они, вне всяких сомнений, также имеют место. Состояние членов экспедиции с каждым днем ухудшается. И нужно провести серьезные медицинские обследования. Каждого, кто деморализует подобные симптомы, демонстрирует. Я сообщил об этом доктору Фаусту и предупредил о возможных последствиях. Он выглядел обеспокоенным, но так ничего и не ответил. Из-за погодных условий последних дней мы едва ли сможем получить профессиональную помощь из внешнего мира. Или отправить кого-нибудь туда для проведения полноценного медицинского обследования. Что является единственным разумным выходом в сложившейся ситуации. Это заметка о проблеме раздвоения личности. Да, да. В общем, он нам сказал, написал, что наш с вами доктор деградирует. Так вот как-то. Интересная байда. Ладно, сейчас мы, наверное, быстренько, точно так же, как попали сюда, вернемся обратно к лифту, чтобы вас не морочить этой фигней всей. Так, это не то, чего вы ожидали, но все-таки я решил заглянуть сюда, в радиорубку. Нашу вообще пошарился здесь немножко. И обнаружил, что мы здесь можем теперь повзаимодействовать с вот этой вот байдой. Чем мы сейчас и займемся. Только... Только что тут делать вообще, а? Эзэ. МФ. Ну и чё? Терплю бедствия, терплю бедствия, терплю бедствия. Пикот, это экспедиционная база УПУАУТ. Нам срочно нужна помощь. Повторяю, нам срочно нужна помощь. Короче, сигнал СОС, да? Я всё, я уже не управляю. Они подсвечиваются, но ничего я не могу делать. Ну, АД работает. Блин, да что ты орёшь мне прям в ухо, а? Странно, как я могу услышать экстренное сообщение. Я вообще, блин, хрен услышал. Отправленное отсюда же. И это секрет всего лишь. Наконец-то... Нет, он не перестал орать. Да пошёл ты в нахрен. Ой, собственных мыслей не слышно. В общем, это всего лишь был секрет. А я так обрадовался, что нашёл продвижение по игре. Ладно, короче, сейчас мы окажемся у лифта. Та-дам! В общем-то, мы не только прибежали к лифту, но и на нём уже даже приехали, чтобы вам лишний раз не лицезреть эту черноту пустого чёрного экрана. Так, где там эта байда была? Куда надо всобачить? Где, где, где? Где? Где-то здесь уже недалеко. Ну где же? Ну... Вот. Надо было в другую сторону идти. Давай! Крутить будем? Давай! Повернём туда, куда надо. Слушай, а по-моему, надо его повернуть вот в эти растения, и они разойдутся. Если я прав, то давай. Вот! Прав был доктор ещё, когда сказал, что они типа какие-то умные. Это такой вообще типа способ защиты. Ну, я так это понимаю. Красиво вообще светит, такой коридор получается классный. А здесь у нас... Здесь у нас, на удивление, мало света, учитывая, сколько его здесь, сколько его здесь. Так. Какой-то кокон. Уже его разорвало. Какое-то говно летает ещё. Китрые мухи. Интересно, будет то же самое, что в фильме? Чужой. Хорошо, пошли. Мы идём на свой страх и риск. Вообще, чтобы узнать, что нас убьёт. Мы всё глубже и глубже спускаемся. И ещё глубже и глубже. До судмарин дойдём вообще или как? Здесь какая-то фигня. И всё-таки здесь как-то всё не очень красиво уже, как там. Зачем доктор повернул луч света в другую сторону и поднял эту фигню наверх? Переключатель. Если они тут уже были и не раз. Непонятно. Вот это похоже на алтарь для жертвоприношений. Где, собственно, наш доктор укокошил всех остальных докторов? Две ящерицы или что это такое? Ну да. Рептилии. А там то ли ворон, то ли ещё одна рептилия. Давайте все обойдём, все посмотрим. Или они здесь все одинаковые? Этот немножко другой. Вообще, множко другой. Хотя алтарь точно такой же. По одним лекалам лепашили. Эти большие, страшные. Что-то за них заложили? Нет? Нет. Интересно будет знать, как они объяснили, для чего это вообще эти алтари. Или это не алтари. Нам туда или нет? Секундочку, мы всё обойдём, мы всё посмотрим. Интересно же, кстати, мы можем что-то пропустить, что потом ещё придётся возвращаться назад. А я этого не хочу. Как я думаю, и вы. Потом посмотрим, что там с центральной. Тут вообще ничего нету, да? Бессмысленно ходить смотреть всё, да? Пусто, 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 пусто. Отсюда я пришёл. Ну хорошо, давай посмотрим на центральную. Можно ему даже на колешке посидеть. Ух ты, Санта-Клаус. Вот так вот. У него даже глаз на ладошке. Прямо как у бога ра. Откуда вода здесь вообще? Откуда-то льётся ему прямо на хобот. нет? И это всё, что я могу здесь посмотреть? Подождите, здесь какие-то загадки? Загадки с грузами? Нет? Не, если они всё это сделали тупо для красоты, я имею в виду разработчики, они тулху так. Где? 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 Я не вижу. Я не вижу. Где? Куда идти? Подожди, что это было? Что? Что я только что видел? Я не знаю вообще, что ты видел. Куда надо было смотреть вообще, На этот хобот, что ли? Ха! Или я всё проглядел, или не на что было смотреть. Но эти фиговины активными не стали. короче, если это всё сделали разработчики для красоты, то они вообще молодцы. Респект. Пошли дальше. Естественно. Ну что, игра, будешь меня пугать, а? В конце-то концов. Я, наверное, доиграюсь, да, с такими изречениями? Да ну и хрен с ним. Это из разряда из серии. Кажется, стена не очень прочная. Да? Давай проверим, насколько она не очень прочная. Кали её, кали, давай. Фигач. Не настолько не очень прочная? Нет, А ну-ка, давай. Мне нравится этот топорик. Во. Вот, отлично, молодцом. Давай, работай. Работай. Ну-ка. Клепай. Всё. Мы нашли секрет. Топор нам для секретов дан. Что это за прибабах такой? Прочитать описание? Ну, прочитай. Металлический предмет в виде цветка с чем-то напоминающим сосновую шишку в центре. Сосновая шишка часто используется в качестве символа третьего глаза и эпифиза. Никогда не знал об этом. Прикольно. чем-то мне напоминают примочки из Скайрима. Ног. Хорошо. Трофей, секрет. Тут у нас привычный зубастик. Это всего лишь секрет. Лады. Куда теперь? Вниз или налево? Давайте налево сначала. накажет меня играть здесь когда-нибудь или нет вообще. Просто убейте этого персонажа. Я хочу чтобы он сдох. Желательно передать напугать полусрачки. Но это в идеале. Так, а здесь у нас что? Чужой зародыша. И... что это вообще за кнопки доисторические? Это вроде как стрелец какой-то. Это не пойми что. Это тоже. Ну ладно, взять, взять. Хорошо. Я нашел пять камней с разными символами на них. Ты молодец вообще. Это я нашел. Лечить он меня будет, понимаешь. А можно нагрести немножко этих камешек чтобы они светились во мгле. Чтобы во мгле меньше сжимались яйца и больше светились камни. Вот этот кристалл большой вообще отколоть. Самая тема была бы. И трава здесь так мирненько растет. Такая козырная трава. Ладно, это я что-то загляделся. Надо отседовать наверное делать ноги потому что здесь ничего нету. Раковина. Побежали вниз. Вниз, 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 вниз. Ну что, хоррор. Покажи себя. Пока что красивая история. Приключения. Зачем они примотали здесь две палочки? Вот смотрю и понять не могу. На кой хер? Серьезно. Цельная шпалка здесь. Для красоты здесь тут. О! Вот это уже кое-что. Опаньки. Тут еще один красивый барельеф. Так. А ну-ка давай-давай-давай-давай-да. Ммм, если я не ошибаюсь, этот барельеф показывает, что буйную растительность, с которой мы столкнулись в некоторых местах, можно расчистить с помощью радужного устройства, инструмента или талисмана. Прикольно. Кто говорит вообще? Любопытно, но мы до сих пор не смогли найти корни этих растений. Кажется, они выползают из этих пещер через трещины, словно специально для них и созданные. Конечно, специально. что же за секреты скрывают от нас эти молчаливые залы? Я не знаю, ничего. Барельеф однозначно козырный. Журнал обновлен. О гигантской фауне. Окей. В общем, развивались они, развивались с какого-то там вообще с лягушки. Шли, шли, шли. Тут особо не изменяется. Это вообще, по-моему, деградировал. Потом очень долгое время тупили, стояли на одном месте и доросли до того, чтобы что-то тут делать какой-то херней в руке. Объясняю я четко, правда? Вообще. Идеально. Так бывает, когда упираешься в фонарь, так бывает. И в какие-то вообще херово блин камни. Нет, так бывает, когда сам ни хера не знаешь и пытаешься что-то объяснить. Я не очень хочу спускаться вниз, да и мне не дают, да? Окей, давайте я бежим, посмотрим, что там такое вообще есть. Мне пугают те звуки, но не очень пугает игра. А должно быть наоборот. Ну давай, давай, расскажи. Как и было запланировано, моя группа продолжит исследование в этом направлении. Другие экспедиционные группы смогут выдвинуться как-нибудь, как будут готовы. Что значит, они выдвинулись и их завалило. Ну, такая вот судьбина у них суровая. А что, туда мне нельзя, да? Или можно? Сейчас обойдем. Ну, там какие-то дверки. Что становится интереснее и интереснее. А ну-ка. Оно. Это вода такая чистая, что я не вижу просто его. Кто здесь такое? Дерево. Там ты дерево, подумала дерево, да? Опа. Давай, давай, поднатужься. И тут похоронили одного из наших. А вместе с ним похоронили люстру. Здорово. Возьмем люстру. А что это за звуки вообще были такие? Где? Опа! Не-не-не, лежи, лежи. Да ладно, ну ты че? Ага. Вот! Уже кое-что. Это уже почти. Но это было скорее более интересно, чем страшно. Браток, ты там что-то хотел сказать? А почему у тебя перчатка на правой руке, а не на левой? Ты что, левша? Ну ладно, дело твое. Кому как нравится. Все, открывай. Все сейчас могилы распечатаем и оскверним нахрен. Классно, отсюда особо выгодно виден барельеф. Берем. Что? Это будет моя первая шоколадная медаль. Прочитать описание. Декоративный металлический предмет с выгравленными на одной из поверхностей знаком старцев, который используется для защиты и могущественных сущностей. От могущественных сущностей защиты. Любят они эти пятиконечные. Это всего лишь трофей. Давай, короче, Лару Крофт включим. Сейчас все оскверним, трофеев понасобираем. Нет? Здесь какая-то собака уже до меня трофей взяла. А ты понимаешь вообще, как получается. Ходишь, ходишь, а до тебя тут уже были. И тут были. Вот так вот. Это они рассчитывали все. Я начну слева. Зайду, то я не дойду до третьей. Дойду, конечно, я такой. Ходим вокруг этого дерева. О, конечно же, вскроем. конечно, Лара Крофт одобряет. Нифига нету, нифига нету здесь. Мы должны же что-то найти помимо. Жаль, вот анимацию того, как это все он отодвигает, мы не видим. Просто телекинезис и все. Телекинезис. Вечно один и тот же звук. Я к нему уже как бы привык, но все-таки настораживает. Слегонца так поднапрягает. Хорошо, а здесь тогда что? Это не считали кнопки? На древнем пергаменте изображены те же символы, которые вырезаны в странных нишах повсюду. мне кажется, они указывают направление куда-то ведут к чему-то важному. К чему, скажи, к чему? Куда ты ушел на самом интересном? Я скопировал символы. У меня было видение у каменной таблички, вместе с которыми похоже на древнюю усыпальницу. Месте, которая похожа. На отполированной поверхности камня были вырезаны различные символы. Один из символов упоминала таинственная фигура, которая также была в моем видении. Я скопировал изображение и отметил этот символ. Приколись, нора похож. А я думал, сюда мои кнопочки надо всунуть. Нет. Илюстру, понимаешь, нашу. Любопытный металлический предмет, который я нашел в одном из каменных гробов. Для него нормальное дело вообще гробы обыскивать. Ну, как-то так. Здоровый мужик. Здесь окаменевшее дерево, как я понимаю, и какая-то хреновина. И этот старец еще на нас смотрит. Какая красивая щетень, только что-то она сильно статичная. Тень. Свет. Окей. Побежали дальше, наверное. Хотя все-таки не совсем дальше. Мы, наверное, здесь и остановимся. Сделаем перерывчик. Чтобы серии были покороче и все-таки вы мне меньше писали, что они слишком длинные. Ну, правильно. Все для вас. Вот. А еще, кстати, вот такая вот у меня появилась мысля. Вы напишите, пожалуйста, что вы перематываете. Помимо текста. Текст, я понимаю, отчасти некоторые из вас перематывают. Это нормально. Помимо текста, что вы перематываете конкретно в этой игре, ну, или во всех остальных? Что именно вы перематываете? Будем от этого избавляться. Вот. Ну что же, а на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на паблик, ставьте лайки, пишите комментарии и... бабай! Субтитры сделал DimaTorzok